И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Как ты знаешь, я не могу согласиться со всем, что ты скажешь. Но что это значит для обычного человека? Но я буду защищать твое право говорить свое мнение. Биткоин является более твердым активом, чем золото. Нас могут блокировать на ютубе, в телеграме, в вимио и даже в вайбере. На самом деле название свифт очень иронично. Во времена глобальной лжи говорить правду, это практически революционный акт. Сегодня в этом экстренном выпуске мое видео о Трампе, ФРС, новом печатании денег, причинах роста биткоина и о том, что институционалы делают. Короче говоря, обо всей подноготной было удалено с ютуба. За неприемлемое содержание. За неприемлемое. Для кого? Ютуб снова начинает чистку. Совсем недавно да Винчи Джей 15 и вовсе лишился своего канала. Сейчас, благодаря поддержке его аудитории, он его вернул. Множество крипто-ютуберов продолжают получать предупреждения, страйки, а иногда даже лишаются своих каналов. И на самом деле это не только о крипто-каналах. Лондон Риал, канал на котором говорят о кризисе, экономическом состоянии, ФРС, печатании денег, пузырей и так далее. Им тоже не раз прилетали удаления роликов. И если бы не их юридические разбирательства, то канал давно бы был удален. Три страйка это удаление канала. Он даже взял за привычку иногда писать, посмотрите, пока это видео не удалили. Понимаете, за что ютуб проводит массовые чистки? За то, что кто-то рассказывает о реальной экономике, пузыре на фондовых рынках, о биткоине как альтернативе этому безобразию. Кому-то очень не хочется, чтобы об этом говорили. И теперь я в этой очереди. Но я все равно буду продолжать копать. Я все равно буду продолжать расследовать. Я все равно буду. И теперь очень важно, ребята, если еще два раза ролики удалят, я могу лишиться своего канала. А для меня это больше, чем просто канал на ютубе. Это три года моей жизни. Это почти 600 видео. Это время, которое я даю полностью не себе. Вы просто вдумайтесь в это. Я имею свободу заниматься любимым делом. Но эта свобода отбирает у меня другие свободы. Свободу быть обычным, простым человеком. Поэтому я очень попрошу вас поставить максимально много лайков, комментариев. Хотя бы 5000 лайков, 10 тысяч, сколько угодно. Пусть ютуб увидит, что мы это сила. Пошумите очень сильно и много, как никогда раньше до этого. Потому что есть одна вещь, которой я уверен на все 100%. Я не могу видеть будущие цены биткоина. Я не могу прогнозировать цену биткоина. Я могу только спекулировать. Но мы говорим здесь о том, что сегодня пытаются задушить, скрыть и поддать цензуре. И это точно не без причины. Это то, что в будущем станет в порядке вещей любого человека. А теперь, чтобы ставили под вопрос не только безопасность моего канала, но моей собственной жизни, я хочу показать вам эту таблицу. Это не что иное, как публично торгуемые компании, которые имеют биткоин на своих балансах. Здесь у нас и MicroStrategy, о котором я рассказывал, и Square, о котором я тоже рассказывал, и Grayscale, и известные вам из-за меня HAT8 и Riot Blockchain, компании, которые майнят биткоины. Вместе они владеют невероятным количеством биткоинов. Их аж целых 513 тысяч, 542 монеты. Дело в том, что я вижу множество аргументов в пользу того, что биткоин утопят до 3000 долларов, даже до двух невероятные цифры. Почему они так говорят? Чтобы эти самые институционалы накопили там биткоины, потому что они не успели их купить. По словам тех, кто верит в это, эти институционалы не успели купить биткоины. Да, совсем не успели. А теперь то самое видео, которое сегодня утром удалили. И не обращайте внимания, что я так разошелся. В конце концов, мне кажется, я имею право иногда быть эмоциональным. Смотрите, пока не удалили. И до скорого. Всем привет, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. И добро пожаловать в новый выпуск. Это не запланированный ролик, ведь биткоин, криптовалюта и все остальное сегодня очень хорошо растет. Главная криптовалюта стоит 11400 долларов на момент записи этого видео. Просто отличное утро. Которая разбудила меня, потому что даже во сне я сумел рассмотреть то, что рынок растет. Наверное, это уже клиника, но CoinMarketCap уже сам по себе открывается в моей спящей голове. Ставь лайк, если тоже помешан на криптовалюте. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Это действительно помогает моему каналу, а мне дает мотивацию работать. Большое спасибо за поддержку. Сегодня я расскажу, почему же криптовалюта так растет. Что делают большие деньги. Также в этом видео будет предупреждение о важной дате 15 октября 2020 года и почему вам нужно приготовиться к ней. А закончим мы тем, что я покажу вам ситуацию из 2016 года и похоже, что она может повториться в 2020 или в 2021. Итак, вчера я снял видео, которое хорошо объясняет, почему биткоин растет. Если вы его не видели, обязательно посмотрите. Ссылка на него будет в описании. Сейчас подсказка вылезет в верхнем правом углу экрана. Я вкратце напомню. Во-первых, компания Square купила биткоинов на 50 миллионов долларов. И на самом деле даже не сама покупка повлияла на рост биткоина, а тот факт, что корпорации и компании начинают рассматривать биткоин в качестве нового резервного актива. Доказательства этого я вам еще покажу. Джек Дорси, создатель твиттера и владелец Square, пишет у себя в твиттере следующее. Биткоин – это прямой ответ на несправедливую и избирательную финансовую систему, которая негативно влияет на большую часть нашего общества. Важно как минимум признать это и связать с проблемами, с которыми сталкиваются ваши клиенты ежедневно. Существующая финансовая система оставляет людей на втором плане. Очевидно, Джек считает, что биткоин ставит людей на первый план, и это действительно так. Джек также добавил, куда важнее инвестиции Square в биткоин, это то, что мы делимся с другими компаниями, как это сделать. И действительно, глава твиттера и Square прикрепил белую бумагу инвестиций его компании в биткоин. Если мы изучим их документ, то увидим, что покупали они вне биржи. Поэтому движения биткоина, которые мы сейчас наблюдаем, случились не из-за покупки биткоина на 50 миллионов долларов. Они случились, потому что рынок отреагировал на сам факт покупки биткоина к компании Джека Дорси. И это всё меняет, это значительная разница восприятия ситуации. Судя по тому, что Джек даже делится документацией, он сам считает, что остальные компании последуют за микростратеджи и Square. Сегодня я хочу дополнить список причин, почему биткоин так растёт. Как вы помните, после того, как Дональд Трамп покинул больницу, он внезапно заявил, что никакой финансовой помощи экономике до выборов не будет. Однако после он передумал. 13 часов назад стало известно, что Дональд Трамп готовит новый пакет стимулирования экономики на сумму 1,8 триллиона долларов. Извини, у нас заканчивается время. Что же мы имеем? Президент утвердил пакет помощи. Он говорит, что готов наконец заключить сделку. Эта сделка включает в себя аэрокомпании, программу защиты зарплаты, помощь бизнесу. Всё правильно? Да, я думаю, что так. Но Стив Мнучин и Пелоси ещё обсудят это сегодня, чтобы поставить последние точки над «и». Но я думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Обратите внимание, что ФРС снова начинает покупать активы на фондовом рынке. Баланс их активов начинает расти, это видно на графике. Понятное дело, фондовый рынок сразу же начал расти, а вслед за ним и криптовалюта. Сразу несколько факторов сложились вместе в этой формуле, и биткоин пустился в рост. Но что же будет дальше? В долгосроке, понятное дело, я настроен на рост. Но в краткосроке и среднесроке что будет? Я хочу показать вам этот график. Он называется «Картой низрасходованных биткоинов». Пузырьки показывают места накопления биткоинов. Чем больше пузырек, тем больше биткоинов в этот момент было накоплено. Этим ползунком сверху мы можем фильтровать биткоины по размеру кошелька. Сейчас я поставил вкладку «Киты», это кошельки с балансом более 10 тысяч биткоинов. Этот график может помочь нам понять, а что, если биткоин уже исчерпал свой рост, и теперь самое время остыть. Изучив этот график, мы можем понять, на каких уровнях большие игроки больше всего накапливали. И я скажу вам, на каких уровнях за последний месяц такие накопления оказались больше всего. Это 10 тысяч шестьсот шестьдесят долларов, это 10 тысяч пятьсот семьдесят долларов, и это 10 тысяч четыреста долларов. Именно эти уровни я бы рассматривал как те, до которых цена биткоина может откатиться после новой коррекции движения. Потому что те, кто накапливал такие большие балансы на этих уровнях, явно захотят удерживать их. Я хочу подчеркнуть, что это не совсем технический анализ, это больше фундаментальный. Если киты рассматривали и рассматривают эти уровни как точки для накопления, вероятно, они не собираются продавать по этим ценам, а даже наоборот, захотят купить еще больше. Питер Брандт в своем твиттере и вовсе пишет фантастический твит. То, что глобальная корпорация помещает часть своего баланса в биткоин, является важным событием. Недельные и дневной графики биткоина готовы показать большой сигнал к покупке. Ему отвечает известный биткоин-трейдер Энди Эр. Он комментирует сетку фибоначчи на графике биткоина и говорит, что по его анализу эта бычья аккумуляция приведет нас к 12 тысяч долларам на вершине. Но затем он нацелен на касание цены биткоина диапазона поддержки, который находится в зеленом боксе между уровнями коррекции 0.786 и 0.618 по фибоначчи. На самом деле, если брать по курсам, то его зона поддержки находится от 5700 до 7100 долларов. Невероятно. В любом случае, если уровень 12 тысяч долларов будет пробит, а пробитие подтверждено, это будет сигналом к росту. И наоборот, если уровень 12 тысяч долларов окажется сильным, нас ожидает коррекция. Что касается лично меня и моих соображений, я буду рад любому сценарию. Если биткоин вырастет, я буду в выигрыше. Если биткоин упадет, я тоже буду в выигрыше, ведь получу возможность купить дешевле. Вот что значит быть долгосрочным инвестором. Даже падение биткоина тебя уже не волнует. Ни эмоционально, я абсолютно спокоен, ни финансово, ведь я уже давно в плюсе. Поэтому долгосрочные инвестиции в биткоин это самое прекрасное, что только можно было придумать. И наконец, что за дата 15 октября? Это видео с канала Криптоучитель. Я хочу показать вам небольшой отрывок из него. Крипта растет, фондовый рынок растет, золото и серебро тоже. Кто пампит рынки? Правильно, ФРС. Не дайте себя обмануть, ФРС покупает абсолютно все прямо сейчас. Так что, ребята, все это просто спекуляция. У нас есть небольшое окно, чтобы заработать из-за фьючерсов. Фьючерсы закроются раньше в этом месяце. Это произойдет уже 15 числа. Так что у нас есть маленькое окошко. Обязательно следите за датами. И вы знаете, что произойдет коррекция уже 15 октября. Ребята, он показал, что уже через 5 дней 15 октября закроются фьючерсы. И он утверждает, что после этого будет коррекция. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Совершенно забыл показать вам ситуацию с 2016 года, которая очень напоминает ту, в которой мы находимся сейчас. Посмотрите этот отрывок из моего недавнего видео и скажите, что вы об этом думаете. Который разбивает биткоин не только на халвинговые циклы, но и отображает на них интерес к биткоину в гугл-трендах. На пересечении этих двух линий находится точка, с которой начинается новый рост к историческим пикам. Как видно, мы еще не находимся в этой точке, но она уже совсем рядом. Вилли сказал, что не видел такой возможности середины 2016 года. Давайте посмотрим, где находится середина 2016. Вот она, я обозначил ее синим эллипсом. Также я обозначил синим эллипсом момент, в котором мы находимся сейчас. Посмотрите внимательно, вам не кажется, что эти моменты уж очень сильно похожи. Мы прошли халвинг, затем два дна медвежьего рынка, затем мы наблюдали следующую картину. Был рост, падение, накопление и затем безумный забег. Посмотрите, что происходит сейчас. Мы прошли халвинг, два дна медвежьего рынка, затем смотрите, рост и падение. Скорее всего, по аналогии мы увидим накопление и, наконец, следующий безумный забег. Похоже на правду, не так ли? Напишите свои мысли в комментариях. Итак, я рассказал, почему на краткосроке меня устроит и коррекция, и рост. Я сниму об этом более подробное видео, в котором расскажу о своей стратегии инвестиций в крипторынок. Если вам это интересно, напишите в комментариях, а также поставьте лайк под это видео, обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, всех поздравляю с таким прекрасным утром. Увидимся вечером в новом выпуске. Как обычно, около восьми вечера по Киеву. Богатейте!